Работу без посредников в качестве эксперимента в одном из домов набережных Челнов установили приборы дистанционного снятия показаний. Данные о том, сколько воды и электроэнергии израсходовали жильцы, поступают диспетчеру автоматически. Не теряются ли цифры по дороге, об этом в следующем сюжете. В этом доме установили оборудование, которое позволяет снимать показания счетчиков на расстоянии. Данные попадают в диспетчеру автоматически. Жители экспериментальных домов техники доверяют, поэтому перепроверять ее показатели не стали. Со временем, я думаю, что оправдаются ли эти счетчики. Потому что уже сейчас видно, что показания по квитанции уже меньше. Сомневаться в достоверности не стоит, уверяют специалисты. Показатели на счетчиках и на экране компьютера одинаковые. Небольшие различия бывают лишь в показаниях водных счетчиков. Но это разница на руку потребителям. Прибор не улавливает момент, когда вода только начинает течь. Несколько секунд проходит, пока инерцию наберет. Проходит от нуля до пяти секунд, пока он наберет обороты. И при остановке то же самое. Но вот этот расход не усчитывается. Вот это и называется процент погрешности. Допустимый процент, недопустимый. Новая система пока получила лишь положительные отзывы. Чтобы установить такое оборудование во всех квартирах, необходимо потратить на каждое домохозяйство около 8 тысяч рублей. В новостройках эта услуга обойдется дешевле. Но вот будет ли внедряться эта технология массово, пока неизвестно. Алина Хусаинова, Гузель Шигапова, Ильна Семербаев. Веседа Тарстан. Набережные Челны.